Так, вот, всем привет. Сто лет не выходила на связь. Смотрите, я поставила телефон на не пойми какую штуку. Я уже давно не знаю, где мои вещи. Нашла какую-то треногу, но она без этой самой штуки. То есть я закрепила очень некачественный телефон. Если он только пойдет, то это самое. Все нормально. Значит так, меня не было давным-давно. Я сейчас буду общать на комментарии, которые были у нас в Ютубе скопились за все это время. Которые очень-очень давно. Я на некоторые комментарии даже специально не отвечала. Потому что были такие интересные вопросы, которые думали, ой, это я отдельное видео запишу. Уроки все никак не доходят, ни до чего этого. Плюс ко всему я решила, что все-таки я отхожу от этой темы. То есть я в канал свой буду переделывать. Сейчас будет серия роликов ответа на вопросы, на ваши комментарии. И в конце концов я от этой темы потихоньку уйду и буду заниматься уже своими делами. Своим как бы более, так сказать, ну тем, что мне хочется заниматься вот в данный момент, да. Потому что период манги, на мой взгляд, уже пора мне отсюда увольняться. Все-таки сейчас как бы декретный опуск такой длиннющий получился, да. Ну как длиннющий. Не, ну я считаю длиннющий, потому что я до беременности еще там год, наверное, еще это самое перестала это все делать. До беременности, в смысле до родов, вот это мне отсюда. Да, и... Короче, сейчас не хочу оправдаться, давайте сама вот это начнем сразу же к этим, перейдем к вопросу, а дальше уже по ходу дела разберемся. Значит так, без моих ответов, да, нужно искать. Идем в самый-самый низ, начнем как бы с самого последнего, точнее, с самого первого неотвеченного комментария, и будем идти все выше, выше, выше. Это было очень давно, вот три года назад, как видите, такие уже неактуальные, да. Хотя, с другой стороны, может, наоборот, это самое, перейти наверх и там страшно отвечать, да. Так, лайки-лайки. Это все не то. Четыре года назад. Семь лет назад. Так, стоп, вот это уже не то. Вот здесь, смотрите, видите, это самое, я ставила вот такой лайк, да, это значит, что я это видела, где-то это тоже видела. А можешь поделиться шрифтами для звуков. А, вот это вот, шрифты для звуков. Смотрите, шрифты для звуков, я ими не делилась, потому что я считала, что моя коллекция шрифтов, она у меня слишком ломаная, она какая-то не рассортированная, и так далее, и так далее. Поэтому я, мне не хотелось ей делиться, потому что, ну, как бы, делиться не совершенно продуктом, мне совершенно не хотелось. Я думала, вот, я когда-нибудь сяду, разберусь с шрифты по категориям, там это самое, вот такой, ну, какой, сделаю какой-то каталог шрифтов, типа такого, думала я, потом думала, потом мне пошла мысль, что шрифты это такая штука, которая тоже нуждается в лицензии, то есть если шрифты сделают, ну, шрифты сделают какие-то там дизайнеры шрифтов, да, то есть эти дизайнеры шрифтов, как авторы, это их творение, и они распространяют большинство своих шрифтов с авторскими, ну, как бы, они под защитой авторских прав. То есть очень много шрифтов нельзя использовать, не оплатив их, вот. Есть шрифты, которые можно использовать в некоммерческих целях, есть шрифты, которые можно использовать только если ты заплатил, То есть даже если не романтическая цель, то есть ты должен заплатить, и тогда только можно их использовать. Большинство из шрифтов, которые у меня на компьютере тогда были, я их скачала там давным-давно, в 2014-м, наверное, году или 2015-м году, это были какие-то пиратские шрифты, пиратские, на самом деле, это были шрифты, получается. Многие из них модернизированы, то есть там не было кириллицы, и уже люди, которые более-менее разбираются в этом, как сделать файл шрифтов. Они сделали кириллицу под стиль этих шрифтов, при этом совершенно не согласовываясь с автором шрифта. И я решила, что я не хочу выкладывать такие ссылки, ну, короче, я не хочу дальше распределять данное пиратство. И поэтому я решила, что когда-нибудь я займусь этим делом, найду шрифты, которые можно использовать, авторы которых разрешают использовать свои шрифты в свободном доступе. То есть, допустим, какие-то из Google фондов, есть еще пару сайтов, где можно сходить шрифты легально, бесплатно, и вы можете пользоваться ими даже в коммерческих целях. Ну, то есть есть такие шрифты, но их надо еще найти. Вот, я думала, что я буду искать, найду, ну, там, какой-то небольшой каталочек свой сделаю и я, как бы, оформлю его, скажу, что вот, ребята, пожалуйста, берите вот эти шрифты, можете без страха совершенно и пользоваться, и ничего вам за это не будет. Но обстоятельства у нас немножко другие, поэтому, ну, так сложилось, что у меня не было времени на вообще прикасаться к компьютеру. У меня сейчас, знаете что, у меня сейчас времени, мне осталось буквально минут 20-30, мне нужно сейчас уже уходить. То есть у меня где-то часа 2-3 в неделю, у меня есть, где я могу прям без детей, без мужа, короче, одна я сижу сейчас дома, да, там старший сын с мужем и с младшим сыном, они сейчас пошли в церковь. Сегодня у нас, правда, такой еще день, то что я должна буду встретиться с ними на вокзале. Старший сын с мужем поедут там в какое-то там путешествие небольшое, сейчас у него каникулы летние, а младшего сына я забираю, приезжаю домой, тут спать будет уколо, потом грамить еще. Ну, короче, такая самотоха вот эта вот, знаете, вот семейная, она все это как-то, как-то все время сжигается прямо на нее. Плюс у нас еще есть и дача, на ней тоже довольно много времени тратится, а мы там сейчас это самое, строим этот самый горку детскую для ребенка самостоятельно. То есть я хотела такую горку купить, они стоят там 700, от 700 евро. Есть там подешевле, конечно, но та, которая мне нравится, она стоит от 700 евро, да. Некоторые там вообще там по 4 тысячи евро, это видео-то надо, я вообще думаю, за что там 4 тысячи евро платить. Вот, это самое, это, конечно, очень большие деньги, это самое, я думала, что это слишком многовато. И это, я посмотрела, у нас там куча этих досок было каких-то, мы там, тут на Германии, короче, иногда бывает, идешь по улице, там кто-то выкидывает свои вещи, да, и там думаешь, опа, хорошенькие доски. Хорошенькие доски, я такое очень люблю собирать. Допустим, значит, от кровати такие решетки, они есть разные, да, то есть есть такие какие-то пластиковые, там что-то железное, что-то такая смесь какая-то непонятная, а есть такие прям досочки, хорошие досочки. Вот я эти доски собирала-собирала периодически, и у меня их скопилось довольно-таки большое количество, я думаю, опа, ну, можно из них сделать это самое, домик, площадочку для ребенка маленького. В общем, это самое, я сейчас фоткаю, тоже в видео это самое, ставлю, что на какой стадии мы сейчас находимся. Потом еще дно, допустим, мне брат сделает это самое, у него есть, он работает на фирме, которая делает душевые и туалетные кабинки, и у них такая доска хорошая, она и на улице не промокает, как бы, ну, то есть, ну, хорошая, конечно, доска, она не прогибается, ничего, она тоненькая, но при этом очень плотная такая, мощная. Короче, ладно, какую-то херню сейчас начинаю говорить. Короче, это самое, я сейчас занята немножко другими делами, больше как бы семейные какие-то самые обстоятельства, это самое. Еще пытаюсь учиться, но хотя, на самом деле, с учебой первый семестр я прошла более-менее, второй семестр я сейчас застоприлась на нем, потому что ребенок как-то вырос, младший, да, и он что-то так много внимания к себе хочет, знаете, там, и туда с ним сходить, и это самое, и там еще что-то сделать, и это что-то сделать. Короче, как-то у меня все время как-то туда уходит. На старшего ребенка, у меня даже времени, вот только мне хватает, у меня со старшим ребенком больше муж занимается, а я как-то, ну, я бываю, ну, конечно, тоже общаюсь с ним, как бы сейчас, допустим, в летние каникулы я с ним, это самое, чуть ли не каждый день катаюсь, ну, не каждый день, это я рву. Короче, он довольно-таки часто каталась с ним по городу, ездили, это самое, ну, какие-то места в городе изучали, там, типа, как бы, Ганнове мы уже более-менее так изучили, да, но есть такие места, где я бы еще не бывал, допустим, такой парк, такой парк, вот туда еще не съездили, туда еще не съездили, короче, это самое, изучаем немножко город. Опять-таки, это самое, отвлекаюсь. Давайте вернемся к вопросу, это все я к чему рассказала, потому что у меня сейчас как-то нету времени, чтобы этим заниматься, вот этой мангой и т.д. Плюс ко всему у меня нет еще и мотивации этим заниматься. То есть у меня сейчас все больше и больше мыслей, что надо уже зарабатывать, надо зарабатывать. Сейчас у меня ребенок уже пойдет в садик. Он с 1 августа пойдет в ясельке, ему сейчас 2 с половины года, и с 1 августа мы пойдем в ясельке, буквально через 2 дней будем привыкать сначала к нему, к этим яселькам, потом через год мы пойдем, он пойдет в садик. И, да, получается, что мне уже надо как-то шевелиться, начать зарабатывать. То есть у меня есть парочка знакомых, которым я делала какие-то там проекты, или там флайеры. У меня есть знакомая, которая открыла свою физиотерапию, допустим, да. Она просила у меня там делать и флайеры, и визитки, и какие-то плакаты. Там практически она как-то вспоминает обо мне и говорит, что, ой, мне нужно там новый плакатик сделать, там какую-то акцию там собирается делать. Сейчас, допустим, недавно она искала сотрудника, мне нужно было сделать рекламу для, ну, как бы текст рекламы для поиска сотрудника. Плюс еще будет плакат, который будет висеть в нее перед ее фирмой. Еще что там было, какие-то картинки для соцсетей. Потом еще, ты сам, их несколько было, ну, на сайт тоже ее, сайт тоже, кстати, ее тоже сделала. Ну, такой такой, сайт, основанный на гугл, короче, гуглский сайт, очень такой простенький, простенький, припростенький, короче. Ну, я там за копейки какие-то еще это делала, потому что как по знакомству. Плюс ко всему, это я как бы портфолио с нее, это самое, собираю. Потом еще было это самое, я ходила в сайт районную группу, давно еще это было, но это самое, потом я перестала ходить. Они из-за короны, они делали спектакль, но из-за короны никак не могли его закончить, и они решили сделать аудиоспектакль. Вот, и вот это аудиоспектакль, оформление диска, я его сделала. О, вот он, как я говорю. Вот это самое, вот это аудио. Ну, короче, это вот диск, вот это там обложка к диску, тут еще брошюрки какие-то, вот это все это делала. Если вам интересно, можете на мой сайт зайти, linikdes.ru. Вот, я вот так переименовала его. Linik D был занят какой-то там есть, то ли Денис, то ли Дима, Дмитрий, Linik тоже его зовут. И он забил эти, как бы, в каком-то сказать, на ютубе он забил это имя, потом еще где-то в соцсети какой-то забил он этот сам, этот никнейм. Поэтому я решила, буду linikdes. Почему des? Потому что это сокращение от дизайн, плюс ко всему это типа, ну, если по-японски звучит, то это linikdes. То есть, ну, какой, linikdes. Ну, короче, вы знаете, да, что такое. Если вы знаете японский, изучали хотя бы чуть-чуть его, то вы понимаете, о чем я делаю речь. Ладно, все, давайте дальше пошли к комментариям. Сейчас я перехожу не на эту сторону. Это, вот, в общем, почему я не поделилась шрифтами, вот почему, да, потому что нет было времени подготовить качественный контент, так сказать, да. Я все пытаюсь контент сделать, но, как видите, 4 года уже прошло, а я так и не выложила свой контент. Следующий вопрос. Дарья, с ней, пожалуйста, видео по работе со слоями. Расскажи про отзеркаливание. По-моему, это я уже записывала где-то в каком-то месте. Ну, про отзеркаливание рассказывала. Я просто не помню, закончила ли я там мысль свою. Вот, допустим, про работу со слоями я точно не закончила, потому что я там начала рассказывать, как эти слои основы и так далее, а вот что дальше с этим слоям делать, я как бы так и не записала видео. Ну, и вот, честно говоря, мне хочется дальше записывать видяхи по работе с фотошопом и так далее, но теперь, честно говоря, мне даже, я не знаю, целесообразно ли это делать, потому что на самом деле в интернете есть куча разных роликов, как это делать, да. Плюс ко всему я хочу немножко от манги отойти более, как бы, как сказать, на более широкую аудиторию работать. То есть, допустим, если я буду делать уроки по фотошопу, то это будут уроки уже по фотошопу без манги. Вот так вот. Ну, или, в принципе, я могу делать мангу тоже, использовать как примеры там, да, ну, и картинички какие-то из манги. Но я, наверное, больше как-то не по клинуму буду делать, не по тайпу манги, а вот именно как работать не только с мангой, а вообще как бы в целом с фотошопом работать и так далее. Единственное, что я не уверена, что это через год-два будет актуально. Сейчас эти нейросети появились, и теперь даже непонятно, как сильно всё это изменится у нас, потому что нейросети очень быстро всё это сейчас меняют, это всё дело, да. Стоит ли мне тратить время на уроки по фотошопу, которому уже 3000 лет и, ну, уже миллион людей, как бы, записывают уроки по фотошопу. Стоит ли мне тратить время, я пока что не уверена. Вот, короче, какие-то видео я там снимала, и уже выложены они на моём канале, давно уже были. Вот, поищите, пожалуйста, по хэштегам, так сказать, слои и отзеркаливания. Так, следующий, давайте, вопрос. Небольшой автоп, но тоже в тему право-лево. Мне вспомнила статья по дизайну акваскейпов. Я, кстати, помню эту статью, я читала её, тоже интересная штука. Конкретно по теме отзеркаливания ищите место в середине статьи с картинкой Рафаэля Сикстинская Мадонна. Это да, сейчас, погоди, давайте кликнем на статью, потому что я уже мало чего помню, на самом деле, из этой статьи. Я помню, что статья была интересная. Сейчас, что-то он мне открывает, мне долго. Ну, ладно. Там тоже говорила, что этот ландшафтный... Короче, аквариум, да, и там в аквариуме есть свой ландшафтный дизайн. И если вы, допустим, сделаете гору с одной стороны, а вот спуск где-то в другой стороне, это будет восприниматься вот так вот, да. А если вы поменяете, то будет более, допустим, гармонично это смотреться. Почему? Потому что там ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Там разные объяснения есть. Есть реально такие, как бы, изучения этих психологов, ой, не психологов, а тех учёных, да, которые не открывают статья. Блин, время ждания стекло. Попробуйте снова. Неужели нету этой статьи больше? Неужели нету статьи этой больше? Жалко, жалко. А, возможно, у меня... Я же в Германии сижу, возможно, уже через этот VPN. Секундочку, давайте. У нас многие сайты блокируются, и приходится делать через VPN, а VPN у меня через Google Chrome выполняется. Сейчас я... Где-то тут у меня приложение, расширение. Вот, при VPN. Подключаемся. Клик. Сейчас попробуем так вот сделать. Допустим, у меня этот... У нас же там... Ну, конечно, ладно, это... Не буду это выхаживать. В следствии, опять-таки, уходим. Другие тепли немножко. Так, подключился. Включён. Так, попробуем вот так вот войти. Сайты манги, допустим, где читать мангу можно, тоже большинство из них блокируется, поэтому я уже пару лет, наверное, не читаю мангу совсем, потому что у меня сайты это блокируются, и нужно через VPN заходить, это такой геморрой, это самое. Короче, я уже и мангу давно не читаю. Короче, я немножко отхожу от этой темы потихоньку. Мне это всё интересно до сих пор, я смотрю какие-то анимешки, но тоже смотрю довольно-таки редко. Последнее время я больше увлеклась, самым такой... Подземельный чекенкайр смотрю и импровизаторов смотрю. Вот это... То есть там много как бы контента, что можно посмотреть, и как-то я вот туда вот сейчас увлеклась, да, то есть не анимехи смотрю, а вот это вот именно. Ой, нет, не открывается, даже через VPN не хочется открываться. Значит, это просто сайт, нету сайта больше. Блин, жалко. Интересная была статья. Ой, жалко, что её больше нету. Возможно, она... Просто сейчас сервер недоступен, и она сейчас, ну, через какое-то время появится снова. Ладно. В общем, там была статья про то, что в аквариуме, ну, ландшафт когда строишь, там тоже надо учитывать право-лево, симметрию какую-то, отзеркаливание тоже, что будет, если мы отзеркалим, да. И по поводу этого Рафаэля и Сикстинская Мадонна, там, блин, как же там было-то, я уже не помню. Я не помню, что там писалось конкретно. Давайте хоть закуглим эту самую картинку от Сикстинской Мадонны. Вот. Там тоже что-то... Кто-то говорил, что если её отзеркалить, да, то получится совершенно какая-то иная композиция, да, потому что у нас считается с одной стороны прошлое, с другой стороны будущее, да, то есть левая сторона, так, это у вас... Блин, тут я тоже записываю, не знаю. То есть это моя левая рука, а вот это моя правая рука. То есть с левой стороны он считается прошлое, а с правой стороны он считается будущее, да. И как бы действие происходит вот таким вот образом, да, то что если у нас человек смотрит в эту сторону, вот так вот смотрит, да, в правую сторону, да, я смотрю сейчас в правую сторону, если там отзеркаливание идет, то он смотрит его в будущее. Если я смотрю в эту сторону, то, получается, как бы назад идут, что-то в этом духе. И, кстати говоря, на эту тему я хотела, ну, не то, что хотела, я хочу написать научную статью, я буду её писать. Сейчас я только-только начала учиться, я только сейчас изучаю. У меня сейчас как раз какой-то блок такой неинтересный такой, как писать эти научные работы. Нам нужно будет, ну, там, несколько книжек я уже почитала, постудировала, теперь мне нужно найти статью на какую-нибудь научную, её проанализировать, анализ этой статьи сделать, и тогда я сдам этот блок, в конце концов. А я этот блок уже полгода тяну, тяну, и как-то... Там какой-то сухой такой материал, знаете, теория теоретичная, просто это самое. Есть теория дизайна, она как бы интересна мне. Вот эта теория, как писать научные статьи, это просто это самое. Как писать эти самые ссылки, как писать эти... Ну, эти ссылки, референсы, в смысле. Как правильно делать то, как правильно делать это, какие там условия, там это самое. Как не соблагиатить... Очень сухо и не так интересно. Но можно найти в этом интерес. Допустим, как писать эту научную работу, допустим, как она построена должна быть, да. Я, допустим, читала книжку и думала, о, я вот сделаю так, так и так. То есть, как бы, я, как бы, свою задумку уже, как бы, превосила вот в это всё, да. И вот, наконец-таки, ну, то, что я хочу сделать, это, значит, сделать опрос среди людей, это самое, из регионов, значит, Азии, во-первых, и, короче, из тех регионов, где люди пишут справа налево, потому что во всех учебниках дизайна пишут, что мы считаем, что слева прошлое, а справа будущее, потому что мы так пишем. То есть, мы пишем слева направо, и поэтому мы считаем, что слева у нас прошлое, а справа у нас будущее. Я считаю, что это немножко не так. Даже в одном из видео я, так само, сделала такую догадку, что, мол, возможно, это из-за того, что на солнце так ходит по этому самому, по этому самому, по небу, да. Возможно, это как-то с этим тоже зависит. Возможно, это как-то от вращения земли зависит. Я вот это, честно, вот это не могу пока понять, потому что мне это самое ещё как-то не вникало в это всё. То есть, я как бы сделала предположение, да, но потом, когда подумала, блин, а если я вот так вот встану на небо, смотрю, получается, слева направо идёт. А если я просто повернусь вот так вот назад, получается, справа налево у меня идти. Это уже как-то не состыковка. Надо здесь как-то более получше это все дело изучить и уже с какими-то конкретными теориями уже выдвигаться. Вот. Ну, а это делом я еще займусь. Учиться я буду еще лет шесть, наверное. Потому что я учусь в это самое, в это самое, в Тальция, как бы по-русски. Короче, не полный день, а короткий день, причем еще по онлайну, то есть там еще дольше можно учиться. Короче, я шесть лет буду этим заниматься. Может быть, я ускорюсь, но не уверена. Посмотрим, как получится. В общем, вот. Почему не ускорюсь? Потому что если я хорошо учусь, я получаю стипендию 300 евро. Учеба стоит 200, 209 евро в месяц, а стипендия получаю сейчас 300 евро. Если я буду дальше так же хорошо учиться, то мне выгоднее дольше учиться, чтобы получать вот эти вот 300 евро ежемесячно. Ну, посмотрим, как получится. Если я буду, если мои оценки съедут в Германии шестибальная шкала, один самая лучшая, шесть самая плохая. Если я съеду на 3 балла и ниже, то стипендии мне уже не видать. То есть на сей момент я пока еще держусь в топе. А потом как-то она будет, не знаю, потому что, допустим, работу по типографии я писала, мне там трайбан. Я, честно говоря, была в шоке, потому что мне казалось, что такая классная работа. Но, возможно, они сняли ошибки за мою грамматику немецкую. Ну, а сейчас есть нейросети, опять-таки, да, и я считаю, что с этими нейросетями я гораздо круче напишу эту статью. То есть не является, чтобы... Ну, не то, что там дам с нейросети написать статью за меня. Я как бы свою мысль туда посажу, да, а он мне текст лучше сформулирует. То есть это вообще такая штуки-стукенция, которая, мне кажется, прям супер-пупер должна помочь мне в обучении. Ладно, давайте дальше идем по вопросам. Короче, по поводу вот этой вот статьи. Жалко, конечно, что я это самое, что я... нельзя это включить. Ну, она не работает. Статейка. Но, да, интересная была статья. Вот. Давайте я залайкну его. Чик. Вот так вот сделаем. Я его ответила. Что-то проводится слоями там. Я кликну вот так вот лайк. Про звуки надо ответить, наверное, да. Так. Давайте мы пока не будем здесь лайки ставить. Нет, пока... Ладно. Потом я это самое отвечу в комментариях, когда выключу видео, отвечу будет на комментариях, что я сделаю видео, где я отвечаю на ваши вопросы. типа такого. Далее. Какое приложение вы использовали? Клин урок. Использовала я фотошоп. Адобе фотошоп. Мне так и правильно ответили. Но это как бы не приложение. Это программа на компьютер. Потому что приложение это больше на вот телефон и так далее. По поводу приложения на телефон и так далее. Опять-таки, я долго искала, 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 искала. Я нашла эти приложения. Я думала, вот круто. Я нашла приложение, которое можно использовать для клина, которое можно использовать для Тайпа, это самое, сейчас я там когда буду монтировать это самое видео, я там картинку воткну, какие конкретные положения я нашла, но опять-таки это на телефончике, сразу скажу, на телефончике очень сложно делать клин и ну, Тайп еще более-менее, но клин делать там сложновато. Я хотела сделать, так сказать, проверку этих самых планшетов еще различных, у меня есть iPad, у меня есть планшет Lenovo, у меня есть теперь еще компьютер с графическим, ну, как вот с этим с тачскрином, да, у меня есть какие-то эти, как они называются, да, стилусы, парочку стилусов интересных, я хотела все их протестить, короче, как она будет действовать, где лучше, где не лучше, потому что на маленьком экранчике телефона клин делать очень сложно, там, конечно, можно приблизиться, но это все равно как-то довольно-таки неудобно. Можно там подрисовать что-то, но это неудобно. Короче, я нашла такой стилус, сейчас я вам покажу, секундочку. Так, ой. Опа. Вот такой вот стилус, это самое, на Алиэкспрессе он стоит копейки, там, евро с чем-то, у него вот такая вот, это самое, как называется, такая вот, вот такая вот у него, это самое, колпачок получается, и он получается тоненький, да, обычно стилусы, они такие толстые, вот, типа такого, да, а здесь он тоненький, более точно работает, и при этом вот эта штучка, она, ну, она как бы гибкая за счет этой вот этой резиновой штуки, и она более точно работает. Вот такой стилус прикольный. Ещё я делала, собственно, стилус, как бы, этот самый, как кисточка, я вам показывала в этом видео, вот этот стилус-кисточка. Тоже хорошая штука, но эта фольга, допустим, которая там обвалкивала, она постоянно спадает, её нужно заменять по новой. Короче, вот такая штука очень даже прикольная, если что. Вот. Дальше что, дальше что? По поводу приложений и программ. Ещё как бы будет, наверное, я, наверное, сделаю отдельный ролик ещё по поводу программ этих, ну, как-то расскажу, что я нашла. Ну, как бы, сделаю такой итог, подведу то, что я нашла, где лучше использовать и так далее. Ещё я хотела делать видеоуроки по гимпу, или, допустим, есть, как он называется, такие мы... О, господи, Крита, Крита. Вот, Крита, это тоже такое и приложение, и программка. Её можно и на андроидовский планшет, допустим, установить, и на Windows-систему установить, и даже, по-моему, на этот самый, на iOS тоже её можно установить. То есть, на кроссовер такая получается, на кроссовер платформы программка. Это очень удобно, когда кроссовер, потому что вы можете в любом месте с ней работать, да. Единственное, что... Кстати, не то, что единственное, что на телефон её тоже можно установить, на маленький вот этот вот экранчик. Нужно будет немножко схитрить там, да, там, то есть не с официального сайта, скачать приложение, да, не из Google Play, да, а это самое, а скачать с каких-то сторонних ресурсов установить файл, установить на телефон, и получается, что у вас там экранчик у вас будет, на телефоне его будет не хватать, и нужно будет там хитрить, там, тащить, сам, перетаскивать экран. Ну, короче, это очень неудобно, конечно, на телефоне этим заниматься. Так что, если вы хотите делать клин или тайп на мобильных устройствах, то рекомендую хотя бы какой-то планшет с более большим экраном купить, потому что на телефончике слишком маленький экранчик это делать. Ой, возможно, но геморройно, я так сказала бы. Вот, про приложение потом ещё отдельное видео напишу. Сейчас, да, сам, картинки вписала, где это самое, какие я хотела вам приготовить. Читаем дальше, следующий комментарий. «Поснимай как-нибудь окрестности, где живёс. Интересно бы глянуть там домики, улочки и природу». Я это почитала, это было, смотрите, это всё такое, это были новости 22 декабря, это почти был Новый год, и я такая, опа, класс, как раз у нас там контент такой был, то есть, как, типа, немцы проводят Новый год. Причём, Новый год был с короной, да, это самое. Я потом ходила, реально снимала эти видяхи, но я и так и не выложила. Вот, у меня есть несколько снятых видяшечек, но я их не выложила. Почему не выложила? Потому что надо было их как-то склеить друг с другом, чтобы какой-то, ну, чтобы какой-то контент более-менее складный получился. И мне до этого руки так и не дошли. Я снимала какие-то видяхи, мой муж что-то там ещё снимал. На его канале мы там как-то пытались что-то там сделать, что как жизнь в Германии, что там духи. Мы до сих пор как бы думаем, что мы развиваемся этот канал как-то в этой среде. Хотя, с другой стороны, мы вроде как думаем переразим обратно в Россию уже. Хотя, знаете, вот мы хотели переехать... В общем, у нас был план такой. Мы рожаю младшего сына, это был 2022 год, в январе я его, значит, рожаю. Потом, значит, мы собирались ещё там годика-два примерно пожить в Германии, чтобы муж доучился до конца. И когда муж заканчивает учёбу, мы, типа, берём монатки, если наши, и едем в Россию. Есть такая программа помощь для переселения... Господи, как это называется? Короче, помогают переехать в Россию обратно. Они там оплачивают этот самый контейнер. Если у вас семья за четыре человека, то там даже два контейнера будет. То есть можно все свои эти мебель собрать в контейнер, запихнуть, и вас довезут до нужной точки в России. Там, конечно, не все регионы участвуют в этой программе. Но, допустим, в Ленинградской области... Мы там в Питере жили, да? В Ленинградской области мы думали, планировали дом купить на материнский капитал. Это самое. И мы думали, вот так сейчас всё это организуем, и вот поедем так. Но потом начинается спецоперация, потом начинаются какие-то проблемы. Там проблемы, там проблемы. Причём мы больше всего боимся, что мы, когда приедем, что мужа мобилизируют. Вот. Сейчас вроде как всё это как-то утихает, всё это вроде как дело, да? Плюс ко всему мы нашли способ, как сделать так, чтобы мужа не мобилизировали. У мужа есть военный билет. То есть он не служил в армии, потому что по состоянию здоровья. Вот. Но это сейчас у него здоровье как бы изменилось как в какую-то сторону, да? Можно, по идее, ему сделать ещё такое, как бы... Ну, короче, там есть несколько у нас лазей, которые мы можем использовать, но этим надо всё заниматься. Это как-то ещё дольше как бы увеличивает этот процесс. Мы думали, что вот следующую весну уже приедем. Сейчас вот уже как-то даже не знаем, что и делать. Ну, короче, у нас планы меняются чуть ли не каждый день. Ну, как бы мы думаем, как лучше так сделать, потом как лучше так сделать. Я потом думаю, а может вообще в Новую Зеландию съездить, там жить, поехать. Может быть, в Испанию поехать. Короче, идей полным-полно. Хочется как-то и в России пожить. И, ну, не знаю, как-то душа туда тянется, не знаю. Кажется, что там больше возможностей, что ли. Ну, не знаю, короче. Хотя и тут можно, в принципе, на всем возможности найти. Короче, эти самые видяхи про окрестности... Ой, могу поснимать. Они у нас есть сняты, да? Мы, допустим, ездили там в какие-то места, допустим, это самое, там... Вот, когда мы там ходили с сыном-то в пятницу, в субботу, я уже не помню. У меня все дни просто перемешались в башке. Мне уже сейчас уходить скоро надо. Так, ладно. Короче, у меня все дни перемешались в башке, это самое. Мы ездили с ним в какой-то парк. Мы там немножко пофоткались, немножко поснимали видяшки. Ну, там как-то, знаете, больше для домашнего архива все это сделано. Ну, в принципе, если я смогу когда-нибудь сесть на компьютер и собрать какую-то, скомкать какую-то видяшку, то выложу, да? Возможно, что-то из старого архива возьму. Я еще до сих пор не выложила видео с фотографиями. Я очень хотела это сделать, такой как был видеоролик. Наше путешествие в Германию. То есть мы еще жили в России в 2016 году. Мы еще жили в России. Мы ехали, мы приезжали сюда в гости к моей маме, к родственникам, впрочем, да? Мы тут снимали, мы тут ездили и в Гамбург, и в Бремен. В Перлине, не помню, мы ездили в Перлине или нет. Я не помню, ездили в Перлине или нет, да. Короче, неважно. В общем, мы там поездили по нескольким городам в округе, так сказать, да, поблизости, которые были. И по Ганнове, конечно же, ходили. Мы там все снимали, там вот так думали, вот, типа, наше путешествие сейчас выложим. И вот мы уже, уже 24-й год идет, да, уже почти 10 лет прошло, да, 8 лет прошло. А я до сих пор этим и не занялась. Ой, да, это все такое, это самое, такие действия, которые, знаете, и еще почему не хотелось с этим назвать, потому что это как-то, знаете, это какое-то как хобби, да, а хочется все-таки уже вектор свой направить на зарабатывание и на деньги, потому что пора уже зарабатывать деньги. У нас была ситуация недавно, у нас был шанс купить очень халявно дом. Дом в Зельце, это такой как бы пригород Ганновера. Там дом прямо рядом с церкви находится, он продается от церкви, и они очень дешево, там 70 тысяч евро подают его. Он нуждается в ремонте, конечно же, но, в принципе, жить уже там можно, то есть можно заехать и уже там жить. Да, там можно все эти полы поменять, там они все в коврах таких вот. Еще там фишка была в том, что это у нас дом под защитой памятников, то есть все внешние работы нужно согласовывать с этим самым, с Министерством по защите памятников, это самое, и вот все, все такое в духе. Короче, мы написали письмо, ну, как бы, помимо того, что надо было, это был такой как бы закрытый аукцион, то есть ты как бы поставишь свое предложение, мы поставили 73 тысячи, можно типа заплатить. Сказали, что вот можем сделать так, это самое, что мы вот такая семья, что мы тоже как бы верующие, ну, христианские, христиане верующие. Там, конечно, католическая, евангелическая церковь, да, мы больше к православию, но все равно это как бы к христианству относится. Вот, и это самое, и я это письмо составила по помощи чата GPT, и он так классно это письмо написал, нам сказали, да, вы нам подходите, короче, давайте теперь дайте нам запомнить планки, где написано, какие у вас, так вот и так далее. И на этом моменте я, мы решили проверить вообще, насколько мы сможем оплачивать этот кредит, этот ипотечный, и получилось так, что там, как бы, калькулятор мне говорил одно, а когда мы пришли в банк, там, конечно, уже другая цифра была, и там, ну, как-то тяжеловато, короче, было, и мы сказали, что нет, все-таки мы это не сможем потянуть, и это, ну, сидя на социале, мы это все-таки не сможем потянуть. Вот, то есть, прикиньте, вот сидя на социале можно потянуть кредит в тысяч 50, а вот 70 тысяч, это уже, как бы, туго-вастенько. Вот, поэтому нам нужно срочно выходить на работу, потому что хочется что-то купить, либо здесь, либо в России. В России у нас хоть сейчас можно что-то там купить, да, то есть там такие цены, что можно хоть сейчас купить. А здесь, это самое, за 70 тысяч дом, это, блин, это такая редкость, причем дом, который, ну, который приемен для жизни, этот самый. Мы смотрели еще один дом, это самое, тоже он старенький, там очень большая площадь, он подавался за 100 тысяч, но он в таком жутком состоянии, и плюс ко всему, там потолки вот такие, короче. Ну, ладно, чуть, может, где-то чуть ниже, где-то чуть выше, там такие балки такие, балки вот посюда, а вот потолок сам, ну, вот, вот так вот примерно на меня. То есть там, если ты коротенький человечек, там какой-то там, не высокого роста, то, пожалуйста, можно его купить. А это самое, ну, высокому человеку там нужно все перестраивать абсолютно. Плюс ко всему, сам дом в очень ужасном состоянии, в ванной очень сильно плесенью пахнут, а это, короче, капец было состояние, это 100 тысяч было. Нормальный дом стоит тут 1300, ну, 300 это как бы самое минимум, наверное. 300, 400 и так далее, короче, и выше, выше, выше. Нормальный дом, в смысле, для 4-х человек, 7-4 человек. То есть мы сейчас ищем площадь, чтобы была 4 комнаты, вот, как минимум 4 комнаты. Вот, и это, да, это как-то слишком невозможно нам сейчас, а хочется уже что-то такое свое иметь, а не съемную квартиру. Потому что за съемную квартиру платим там 800, почти 900 евро в месяц платим, это самое, и как-то, как-то жалко такие денежки отдавать. Да, ладно, это что касается окрестностей. Давайте еще последний вопрос. И, наверное, заканчивать буду, может, не пора уже выходить, забирать ребенка там. Я так в жизни не смогу. Я так в жизни не смогу. Сможете, все сможете. Потому что, если будете учиться, это у нас видео, комментарии, цветной, клин, урок 2, настраиваем рабочую среду. Я так в жизни не смогу. Ну, в смысле жизни не сможете. Может, я плохо как-то объяснила, может, я не очень понятно объяснила эту рабочую среду, как настраивать. В общем, это самое. По поводу фотошопа я еще подумаю, буду ли я делать видеоуроки. Если я буду делать видеоуроки, то я буду делать их с нуля. То есть, опять-таки, начну с рабочей среды, объясню какие-то инструменты и покажу какие-то примеры, что можно с этим сделать. Вот так вот, я думаю, сделаю. Если вы считаете, что вы так в жизни не сможете, то я вас могу переубедить, что все вы сможете. Потому что это самое, кто кому надо, тот будет учиться, учиться, еще раз учиться, и все сможет. Я тоже раньше такое не могла. В 2021 год решила заняться клинингом. Поздравляю. Надо поставить лайк. Чик. В 2021 год. В 2021 год. Это уже год. А я читаю это уже 3 года спустя сообщение. Да. Так, следующее. А какое это приложение? И можно ли делать на телефоне? Это я вот только что это рассказала буквально. Так. Это фотошоп. На телефоне они получатся почти наверняка. На телефоне получится. Ну, как бы... Это когда было? В 2021 год. В 2021 году... Я, честно говоря, не помню, когда это приложение вышло. Ну, короче, по-моему, в 2021 году еще можно было делать это на телефоне. Сейчас, в 2021 году, еще больше возможностей делать на телефоне, потому что и разрешение телефона тоже становится все лучше и лучше. Но, опять-таки, я скажу, что телефончик, экранчик слишком маленький. Можно, но геморройно. Так, следующее. Давайте еще есть портнуток. Здравствуйте. Меня приняли в команду на эдитора. Насчет перевода у меня усоп... Все просто. Усоп просто. У меня все просто. Но есть вопрос. Как и прошлый комментарий. Какие вы могли бы посоветовать приложения для фотошопа на смартфон? И какие есть техники работы эдитора? Простите, если нагружаю вопросами. Нет, ты вопросами не нагружаешь, конечно же. Какие есть техники работы эдитора? Что это значит, какие техники работы эдитора? Типа, что делает эдитор? Эдитор, вообще, по идее, как бы, эдит — это редактировать, то есть что-то изменять. Эдитор, в моем понимании, эдитор — это тот, кто... Вот, допустим, вы сделали работу, отдаете это эдитору либо редактору, и он это дело, как сказать, доводит до ума. Вот так вот. Это, в моем понимании, эдитор. В вашем понимании, что это такое эдитор, я, честно говоря, не очень понимаю. Это что-то было у нас за ролик Speed Clean и Type звуков Мангиша Массека. Так, еще, какие вы могли бы посоветовать приложения для фотошопа и на смартфон? Это я сама тоже ответила, считайте, на этот вопрос. Какие есть техники работы эдитора? Вот, честно говоря, не очень понимаю, что это, что вы имеете в виду, работа эдитора, техники работы эдитора. Просто я знаю, что многие называют тапперов эдиторами, либо же эдиторами называют те, кто в самом конце уже все вместе склеивает, это как бы голова, получается, все склеивает. Короче, вот эти вот распределения ролей у каждой команды почти свое было, и поэтому не могу точно сказать, что вы... Ну, я не очень понимаю, что вы имеете в виду под техникой работы эдитора. Так, следующий давайте. Долго гадала. Как же правильно? Спасибо за полезное видео. Так, перевод. Как правильно писать японские имена? Система Поливанова. А, и что же в итоге вы сочли правильным? Вот это видео, конечно, это самое больше всего, мне кажется, резонанс в этом возник, потому что в этом видео я объясняю, что нету правильного и нету неправильного. То есть, если вы решили, что вот это правильно для вас, то это правильно для вас. Система Поливанова нужна, если вы делаете официальные переводы. Если вы переводите документы, средства на рождение, средства на рождение, какие-то там кадастры, какие-то официальные документы, там только Поливанова используйте. Не слушайте мои советы, что сам Поливанов не соображал ничего. Тут у нас строгие правила есть. Все переводы официальных документов только Поливанов. А когда мы говорим о художественном произведении, художественный перевод, да, тут можете, в принципе, и от себя тянуть делать. Я, честно говоря, хотела ещё сделать видео по поводу переводов вот этих художественных. Я почитала книжку, аудиокнигу послушала, как его, кто это, Чехов, по-моему, писал, про переводчиков он писал. Очень интересная аудиокнига, можете сами послушать. Тоже, где я сейчас эту самую картинку запихнула, и даже ссылочку поставлю, оставлю в описании, где я услышала, бесплатно вот эту самую в интернете была, на постах интернета я нашла. Короче, и там он рассуждает о том, как правильно и как неправильно делать переводы. Причём эти переводы, он относились к тем, как бы, 900-м годам, когда вот сам Чехов жил, он же 900-х годов жил, да, не 800-х. Короче, когда Чехов жил, да, были какие-то переводы иностранной литературы и так далее, и вот он как бы там сравнивает, он и примеры приводит интересные, да, и как там лучше, и как не лучше, и когда эти переводчики слишком в крайности уходили, и наоборот те, которые слишком свои любимые, как бы, переводчики. Короче, есть как бы масса этих правил для переводчиков, и нужно как-то между них лавировать, чтобы получился классный перевод, потому что идеального перевода быть не... ну, вы не сможете сделать идеальный перевод. Вот. И это же касается перевод имён, потому что я там в этом ролике, вот в этом ролике говорила, что есть звучание... Короче, мы переводим для русского уха, для русского слушателя, не слушателя, а русского читателя. И русский читатель, он должен как-то ассоциации такие хорошие делать, ну, не то, что хорошие, как бы правильные ассоциации делать с переводом, с переведёнными именами. Допустим, я уже говорила, что там Узумаки Наруто, да, допустим, это самое... Узумахи, русскому человеку, он ничего не говорит. А вот ураганный Наруто говорит уже что-то, да, то есть он ураганный, да, почему у него вот эта спираль вот? Потому что это ураган, и всё там как бы с ураганом как бы спираль. Но почему ураганные хроники? Потому что Наруто там самый ураганный, оказывается. Вот. А стоит ли переводить имена? Это тоже такая тематика. Я тоже отдельное видео записала, там, это самое, и про Гарри Ботта, я вспомнила про новые, это самое, переводы эти. Короче, там, это такая... Короче, художественные переводы, когда мы делаем, это всё-таки художественная литература, и там больше творчества идёт. Там не обязательно придерживаться системы Поливанова. Поэтому все, кто считает, что надо в манге переводить имена только по системе Поливанова, извините, ребята, это неофициальные документы, это художественная штука. Здесь можно, как сказать, переводчик свободен делать, что ему благоразумится. А, ну, как бы... От переводчика много, конечно, зависит от его мыслей и так далее. Но, в общем, там нету правильного, нету неправильного. Вот так вот скажу я вам. Давайте ещё последний вопросик, и пойду я уже собираться, а то уже сейчас сама опоздаю. Ой, ой, тут ещё там много всего. Какое-то обсуждение такое. Где тут начало? Перевод. А, как раз с этим идёт с переводом. Давайте почитаем. Я согласен, лучше делать так, чтобы хорошо воспринималось русским ухом. Поэтому у нас есть доширак, а не досирак. Вот, кстати, тоже пример. Хотя это уже корейская компания. Я уже не говорю о том, как те же японцы корюжат иностранные слова, как им удобно, и не парятся. Почему мы не можем делать то же самое? Тоже. Вы слышали, как японцы говорят Макдональдс? Вы слышали, как японцы говорят кофе? Кохи! Это, короче, это, даже мы, это самое, МНДМС. Они не говорят американцы МНДМС, они говорят МНМ. А мы говорим МНДМС. Почему мы не можем примерно то же самое делать в манге? Можем мы всё, чтобы как-то звучнее звучало. Не знаю, как это по-русски сказать, чтобы грамотнее было. Простите, но доширак не имеет никакого отношения к японскому языку. Слово разве японское? Тут вам только сказали, что это корейское, но как бы, ну, смысл-то то же самое, да, то, что для русского уха мы переводим. Для русского. Не важно, с какого языка мы переводим, главное, что мы для русского уха переводим. Вопрос про... Вопрос... Нет, сейчас секундочку. Вопрос же про... Вопрос же про, чтобы хорошо воспринималось русским ухом, чисто психологический. Если на первом занятии японским преподавателям он даёт вам установку на CD, вы тут же привыкаете к G-SHI написать, начинают резать ухо. На уроке японского языка, да, большинство читателей не ходят на уроки японского языка. Большинство читателей знают русский язык. Ну, может быть, ещё английский сейчас изучают. Вряд ли кто-то из них... Нет, кто-то из них изучает японский язык, ну, как по своей хобби какой-то себе сделать, да, но большинство из них не знают японский язык. И вот это вот CD, они G-SHI, для них без разницы. Вся ненависть к системе Поливанова исходит от недоучек, которые в силу некачественного обучения просто в уровне не узнали об этой системе или поняли её значение неправильно. Им не объясняли, что это не руководство по японской фонетике для обработки произношения. И они стали жертвой американского произношения, полученного через латиницу. Это совершенно правильно. На деле же, поскольку русская фонетика очень близка к японской, совершенно не ошибка говорить совершенно рязанским произношением СУ-СИ и ДИРО. Это по-любому ближе к японскому реалу. Сложно. Вопрос о СИ и ШИ решён давно. Шипящий звук всегда сдвоённый, а в японском удвоение согласно звукам имеет смыслоразличительное значение ШИ или ЩИ. И это будет вот так, а не вот так. Получается вот так, а не вот так. Совсем другое слово. Ой, господи, у меня всё время уже нету, чтобы наточать. Давайте на этом сейчас закончим это самое. Просто реально сейчас уходить же надо. Я это самое, наверное, потом как-нибудь через неделю что-ли буду делать. Давайте, короче, в следующий раз, когда я сяду за компьютер, на этой теме как бы продолжим. Так, я вернулась, это самое. Сейчас посмотрим. Я хотела всё-таки закончить эту самую тему про этого полива, но потому что обливать как бы на этом месте не очень хочется, потому что предыдущий вопрос по этой тематике был, и сейчас последний вопрос такой. Ну, короче, на этом вопросе как бы закончить эту тему на сегодня и хватит. Давайте сначала зачитаю, что там было в комментариях. Секундочку. Так, ну, значит... На ручки, вот видите, уже человечек уже тут на ручки трепет. Ой, ой, секундочку. Оп, на ручки человечка. Я пока зачитываю этот самый комментарий, который был. Где это написано? Так, вопрос... Я прочитала уже. Вопрос оси и ши давно решён, говорит мне человек. Шипящий звук всегда сдвоенный, а в японском удвоении, согласно звуку, имеется смыслоразличительное значение. Ши или ши, это будет так, а не так. Получается, что вот это, а не вот это. Совсем другое слово. Вот, это самое. Вот ребеночек тут. Он просто экранчик. С этим я согласна, да? Сейчас это давайте читаю до конца, а потом уже скажу свое мнение по этому поводу. Пусти, япончик. Все, ребенок будет оператором. Дальше другой пользователь отвечает ему на это. Какая разница для японцев, как мы произносим их слова? Делать двойную трансляцию как-то глупо и бессмысленно. На что ему отвечают? Так, это нужно не мертвым, это нужно живым. Сейчас я не очень понял, что это имеется в виду. Ну, что это имеется в виду? Тут я просто живу. Японцы тут вообще ни при чем. Речь-то о правилах для русского языка. Если написать неправильное имя японца или японский адрес по-русски, то как потом искать его на японский? Ребенок начинает выключать это самое. Так, на чем это расследовалось? А главное, если писать на русском каждый раз по-разному, то что же это будет? Это будут разные имена и разные адреса. Согласна, но я в этом видео ошибку сделала в том, что я не сказала, что мы говорим про художественные переводы. Я в другом видео потом оправдалась об этом. Еще раз сейчас оправдываю. Потому что здесь я шла речь только о художественных переводах. Я не говорила про официальные бумаги. В официальных бумагах там только поливанов. Я еще раз это повторю. Да, я только не выключаю. Нет, тут же выключил. Ладно. Так, дальше что? Следующий вопрос. Ну, давайте сейчас представим эту ветку, потом уже, когда ребенок подляжет, я более подробненько объясню свою точку зрения. Я сейчас не дам. Подожди немножко. Дальше этот же пользователь пишет. Также, простите, но это правило методологии. Выполнить действие, и чтобы проверить его правильно, совершить обратное действие и посмотреть, получается ли исходный показатель. Это обычная логика, причем в науке. Да, согласна. Есть такая штука. Однако, если вы в уголку переводчики в этом отметите одно слово, потом переводите на другое, ну, обратно, то вы поймете, что у этого слова можно здесь, ну, разных значений может быть, и вы, возможно, получите не тот результат, который хотели бы. То есть даже слова отдельные можно перевести иначе. То есть, ну, вот эта вот методология, она как бы, ну, в математике это действует хорошо, так сказать, да, а вот в переводах это немножко, ну, чуть-чуть-чуть-чуть по-другому это действует все-таки. На счет этих самых произношений, да, там есть это самое, то, что мы сейчас именно звуки, как бы, говорим слова отдельные, именно звуки, да, там тоже такая штука. Блин, так, давайте дочитаем пока это самое тут. Сейчас, давайте я сначала дочитаю до конца вот этот вот диалог, этот, который тут получился, а потом буду что-то я, потому что ребенок тут, это самое, очень сильно, конечно, тут юрзает. Я соображаю, соображаю блог, когда он, ой-ой, сейчас упадет, когда он так юрзает. Следующий, ему отвечает, при чем тут живые и мертвые? Вот я тоже не поняла, почему тут живые и мертвые? Если речь идет только о правилах русского, то при чем тут вот эти вот ши? Дальше. Ой, тихо, не подойдет. Как понять, искать адрес на японском, переводя это слово из русского? Если человек живет в Японии, то за предел японского языка ему уходить не надо. Согласна. Если вы пишете письмо японцу, то вы будете считать это не русскими, слогами, а японскими. Японскими хироэканами, катаканы и т.д. То есть это вы не будете писать. Если вы прописываете русскими буквами японский адрес, то он не дает адресата. Вот. Но человек... Нет, я не дам тебе, Данечка, не дам. Но я понимаю, что до этого человек говорил... Так, секундочку. Я понимаю, что до этого человек говорил больше не о письмах, наверное, он хотел сказать про официальные документы, вот что, не только о письмах. Сейчас, Данечка, я не дам тебе, ты ты выключаешь ее. Я не дам, не дам. Так, два последних... И при чем тут писать по-разному? Я разве про это говорил? Нельзя. Двойная транслирация не нужна. Это одностороннее движение из японского в русский. И только от русскоязычных для русскоязычных. С этим в комментариях я полностью согласна. И как раз таки вот эту вот мыслью я пыталась донести в том видео. Так, сейчас я ребенка на спасчет вложу, потом буду уже свое мнение по этому поводу говорить, потому что, как видите, с ним очень сложно это самое. Он очень активный такой. Ну, я не скажу, что он гиперактивный, но он довольно-таки сильно активный, требует очень много внимания. И вот, ну, как видите, я не могу записывать видео, когда вот он вот рядыш, там, вот смотрите, он изучает, что тут мышка плютит маленькой своей лапочкой. Да? Ай! Ой! И вот на втором экране что-то происходит. Ладно, короче, сейчас я его в спаде вложу и отвечу. Так, надо поставить. Сейчас, секундочку. Только не падай. Только не падай. О, вроде как не падает, но как-то слишком высоко смотрит. О, сойдет, сойдет. Вот, все, я в спаде вложил ребенка наконец-таки. Да, он, конечно, такой активненький немножко. То есть, допустим, с первым сыном у меня это самое, я с ним сидела, я мог попросить на ручках, я там даже клин делала, пирот делала, и как бы спокойненько все это было. А вот с младшим сыном, он, конечно, про это поактивнее, там он сразу там мышка хватается, клавиатуру надо что-то потыкать, монитор это само, что там, а что тут. Ой, мама, смотри, ой, кружочек, ой, цифра один, ну, там, конечно, не знаю, это такое. Да, конечно, дети разные, да, оказывается, хоть и из одной матки вылезли. Ладно, короче, давайте вернемся к этому нашему Поливанову. Значит, смотрите, Поливанов, вот этот человек, который писал про систему Поливанова, то, что он защищал систему Поливанова, во-первых, я считаю, что это человек такой более консервативного мнения, еще он писал, что вся неразь к системе Поливанова Поливанова исходит от недоучек, которые в силу некачественного обучения просто вовремя не узнали об этой системе или поняли ее изначально неправильно. Тут и да, и нет. Я, наверное, вот, допустим, в моем случае я соглашусь с этим мнением, то, что я действительно неполноценно узнала про систему Поливанова в силу того, что я живу в Германии, да, то, что я учила японский, во-первых, самостоятельно я учила японский по книжкам, то есть у меня даже цели такой не было, чтобы правильное произношение японских звуков как бы изучить. Я просто хотела читать на японском. Вот. Потом я посещала курсы японского языка, где у меня учительница была японка, то есть натуральная японка, то есть носитель языка, но она нас обучала на немецком языке. То есть, получается, я в Германии ходила на курсы японского языка, то есть там преподаватель говорил как бы на японском и на немецком, вот так вот. И про систему Поливанова там, естественно, речи не было никакой, потому что в Германии нахрен она нужна в систему Поливанова, да, она же только к России относится. Про систему Поливанова я читала, во-первых, в этом Википедии, да, и плюс еще куча-куча разных этих веб-страниц, где пыталась как-то вникнуть в эту самую систему. И пока я читала, я понимала, что некоторые звучат действительно как-то очень смешно, звучат. То есть, возможно, у меня реально такое-то было уже немножко предвзятое мнение, что человек написал, что мол, мы стали жертвой американского произношения. Возможно, я тоже стала жертвой американского произношения. Однако всё равно я считаю, что есть некоторые имена, где вот если там вот так сказать имя, то это будет как-то неприятно звучать. Возможно, я реально стала жертвой американского произношения, и для меня это как режет теперь ухо, потому что я считаю, что вот это вот, что по Ливану неправильно звучит. Но, блин, тут, мне кажется, всё-таки нужно изучать это, если реально хочется узнать ответ на этот вопрос, нужно изучать это самое, делать опросы, делать эти самые статистики, и тогда, только тогда мы придём к какому-то выводу, не субъективному, а объективному выводу, да. Но для этого нужно потратить кучу времени, сделать кучу опросов, сделать какие-то самые там анкеты, где будут отвечать люди на опросы, как вот, а вам вот так вот хорошо слышится, а вот это как вам сочетается. Да, то есть, во-первых, сам опросник продумать, потом ещё опрос провести. Ну, короче, это такие заморочки, которые, которые мы, обычные люди, обычно не занимаемся. Плюс ко всему, давайте я вам напомню смысл вообще моего канала, и смысл того, что за переводы, я, ну, про какие переводы вообще идёт речь. Канал мой создан для тех, кто решил переводить мангу в свободное время, для людей простых, да, для... сам он человек тоже простой, скорее всего, японский он в жизни никогда не видел. Скорее всего, человек, который хотел переводить мангу, он нашёл англоизированную мангу и с неё переводит. То есть, получается, что изначально вот эта вот идея перевода бесплатной манги, она уже немножко неправильная, да, то есть... Упала эта конструкция, это самое, сейчас в руке я буду держать, это допишу в видео и пойду дальше там уже своими делами заниматься. Короче, я это говорила к тому, что большинство из нас, переводчиков манги, мы это делаем бесплатно. Я напоминаю, мы это делаем бесплатно. Мы за это деньги не получаем, у нас нету зарплаты, нас никто не нанимает. Мы это делаем самостоятельно, в своё свободное время. И да, мы это переводим в большинстве случаев с английского. И вместо спасибо мы получаем вот такую критику, мы получаем список требований, что нужно сделать, да, то, что надо делать так, надо делать так, надо делать так. Вы только вот это так делайте, и всё, вот никаким другим способом мы не воспримем ваш перевод вообще, как бы, да. То есть, если вы сделаете не так, как мы хотим, то это будет вас... Мы поставим вам дизлайк, мы скажем, что у вас отстойный перевод и так далее. И вот это на самом деле очень сильно пугает новеньких переводчиков. Ну, зачем так делать? Мы переводим в свободное время, бесплатно, для вас, специально, для вас, для людей. Я, кстати, говорю, это одна из причин, почему я перестала переводить манго, потому что я не чувствую вот это вот как бы сильная отдача с того, что я делаю, да. То есть, там были люди, конечно, благодарны, это самое там. Они и были, так сказать, моим двигателем процесса, что я так долго, сколько там лет, сильно не продержалась, да, с переводами манго делала. Но всё равно, ну, как бы не хватило, да, мне вот этой благодарности. Мне нужно было, видимо, то ли больше, то ли я не знаю, чего мне хватило. Ну, короче, также были вот эти вот такие же люди, которые вот это самое, вот требовали всё, повышались и повышались. Типа, делай более качественно, делай более качественно, делай более качественно. А я не хотела бы делать более качественно. У меня не было времени, чтобы это делать более качественно. Не, я начала это делать более качественно, но вы заметили, что наша природа стала выходить гораздо реже, всё реже и реже. Почему? Потому что мы стремились к качеству, ну, я, по крайней мере, как глава нашей команды, да, я стремилась более качественно, качественно, всё качественнее, качественнее, всё делать, делать, делать. И в итоге я, наверное, самая, я, ну, видимо, перегорела из этого качества, ну, стремление к качеству этому. Вот, так что, да, я, опять-таки, напоминаю, мы, этот канал был сделан для тех, кто хотел поразвлекаться и переводить мамку, как ему хочется, да. И вот эти вот люди, которые, консерваторы требуют, чтобы мы писали вот так, так и так, ну, блин, не вы же переводите, а мы переводим, да. То есть, если вот так человек написал, там, он не доучился, там, Поливанова не узнал, блин, скорее всего, переводчики, которые садятся переводить мамку, они японские не знают совершенно. Скорее всего, они знали, увидели, как я сказал, что они видели английский скан, взяли его и переводят с английского. Они в японский оригинал даже в глаза не видели, блин, это самое. А вы от него требуете, чтобы он знал систему Поливанова. Что это за дурацкие требования такие, а? Ой, блин, а. Короче, да, еще хотел сказать, что это самое, название видео у меня написано, как правильно писать японские имена. На самом деле, вот это вот, здесь тоже надо немножко оправдаться насчет этого названия, потому что тогда был такой тренд, да, что нужно вот эти кликбейтовские, эти самые, названия писать, чтобы это самое, чтобы, типа, о, надо, сейчас я клик, кликну и узнаю 100%, как надо правильно писать. А на самом деле, я в этом видео, я объясняла, что есть такая позиция, есть такая позиция, и на чью сторону вы встанете, это как бы ваше личное дело. Я, допустим, для себя решила, что я встаю на сторону больше не по Ливановскую сторону, хотя, на самом деле, стараюсь где-то посередине встать, да, то, что, допустим, вы знаете, если бы я официально сделала бы свою фирму, которая переводила бы мангу с японского языка, да, вот именно с реальностью японского языка, а не с английских этих сканов, то я бы, действительно, я бы заставляла своих сотрудников, которые переводят эту самую мангу, я бы заставляла их использовать систему по Ливаново. Либо же я бы делала бы запрос японцам и спрашивала, как лучше вот здесь вот человека назвать, так или так, допустим, потому что, ну ладно, окей, там, Зи Си, там, это самое, Джи Зи, там можно по Ливаново узнать. А вот что насчет звука Ла или Ра, вот как это перевести? Вот, допустим, есть персонаж Наруто Рок Ли, почему именно Рок Ли, а не Лак Ри, вот так вот Лак Ри, почему он не Лак Ри, да? То есть, чтобы конкретно узнать, как его зовут, это нужно знать его, ну, как сказать, знать мотивацию автора, почему он его так назвал. Допустим, Рок Ли, он потому что, ну, как его, во-первых, с Брус Лиса считается, да, во-вторых, Рок, он, ну, типа, рок-н-ролл, да, считается. Его даже сын его, сын его тоже, вот, Метал Ли, то есть, отец был Рок, а этот сын Метал стал. Вот, то есть, такая была мотивация у автора, чтобы назвать его персонаж так. Или, допустим, Кира, Кира или Кила, допустим, это был тоже большой спор, вот этот пятый размерчик, кто он, Кира или Кила, потому что Килл, это вроде бы убийство, да, а Кира это сверкать. И кто он, на самом деле, убийца или сверкающий, вот, непонятно, да? Ой, как нам писать его имя в манге по-русски, да, непонятно, мы не можем такую букву выбрать, ну, написать, которая будет нечитабельна для русского человека. Ой, так, что я там ещё по этому поводу хочу сказать? Ну, в принципе, наверное, и всё, да, это самое, сейчас я попробую, что ещё было. Наверное, всё, да. Впрочее, если я что-то ещё захочу к этому добавить, я ещё добавлю, может быть, там, в следующих вопросах, ответов на вопросах, но на сегодня пока хватит, потому что, наверное, это самое, сейчас ребёнок только уснул, мне надо хотя бы покушать там, успеть вкусняшек каких-нибудь, пока он не видит. Вкусняшки жрём, пока ребёнок спит, пока что. Хотя он уже многие вкусняшки тоже хавает, там, он знает, что мороженое, сейчас, ну, допустим, я делаю самодельное мороженое, он там сразу подбирает в морозилке, мама, мороженое, мороженое, дай мне мороженое, начинается. Ой, да. Ладно, пойду я чайок попью какой-нибудь с какими-нибудь печеньками, и буду, не знаю, что делать, отдыхать. Покрутую там визжечки какие-нибудь вконтакте. Всё, всем спасибо за внимание, до свидос.